Добрый день, с вами Дергачев Обзор. 2 июля Наталья Садыкова написала в фейсбуке о том, что ее муж Айдос Садыков умер в реанимации. Он боролся за жизнь 13 дней после ранения в висок. А вот что для меня сейчас очевидно, да, что если ты сегодня в Казахстане хоть в какой-то мере причисляешь себя к журналистике, причисляешь себя к журналистам, то ты не можешь ни писать, не говорить, не поднимать вот именно эту историю, да, потому что если мы не будем говорить о том, что оппозиционный журналист Айдос Садыков в Киеве был убит, то завтра мы не сможем говорить вообще ни о чем, кроме детских представлений, хоккея и каких-то невинных абсолютно вещей. А вот если у тебя, как у журналиста, есть какая-то ответственность, вот, есть какое-то понимание профессии, то говорить об Айдосе Садыкове сегодня необходимо. Вот, и я бы хотел процитировать вот то, о чем сегодня говорят коллеги, да, то есть то, о чем сегодня вот они рассказывают. Можно по-разному относиться к деятельности Айдоса Садыкова, но факт остается фактом. Сотрудник казахстанских спецслужб убил казахского журналиста в эмиграции по политическим мотивам и сдался казахским правоохранительным органам, которые теперь хранят гробовое молчание. Сиротами остались трое детей. У меня просто нет слов. Мы становимся клоном фашистской России. Ардак Букеев. Журналист Айдос Садыков скачался после покушения в киевской больнице. Генпрокуратура Украины предъявила обвинение в покушении на убийство двум гражданам Казахстана Мейраму Каратаеву и Алтаеву Жаканбаеву. По версии украинских следователей, Каратаев и Жаканбаев прибыли в Киев 2 июня, жили на съемных квартирах, вели в городе слежку за Айдосом Садыковым, готовились к преступлению, заказ на совершение которого получили от неустановленного лица. Петр Троценко. Я думаю, таких откликов сейчас будет больше и больше. Я хочу еще раз повторить. Если сегодня в Казахстане ты считаешь себя журналистом, ты должен говорить об Айдосе Садыкове. Спасибо.